Всем привет, я Мортис и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня в выпуске. Кубическая война с наворотами и ништяками, тяжелая работа грузчика, космические покатушки, сражения с монстрами, еще сражения с монстрами, ну и зомби-апокалипсис напоследок. Поехали! Начнем сразу с интересного. Что было бы, если бы Майнкрафт переспал с Тауэр Дефенсом и где-то в процессе к ним присоединился шутер? Ну, была бы неплохая оргия. А еще так родился наш пациент, Блок Фортресс. Собственно, все это так и есть. Это Тауэр Дефенс с элементами шутана от первого лица. И все это в Майнкрафтовской обложке. Собственно, как происходит дело? Вначале тебе дают немного ресурсов, чтобы ты мог хоть что-то сделать. Ставишь в рандомно, ну или стратегически выбранной точке, бараки, отстраиваешь защиту, на что денег хватит, и сообщаешь, что готов играть. Ну и начинают идти мобы. Идут они волнами, и ты в это время бегаешь вокруг и стреляешь из пушек. В игре, грубо говоря, два режима. Вид сверху и, собственно, шутан. В первом случае удобно строить, а во втором бегать и стрелять. Есть дофига всякого оружия, турелей, автоматов и так далее. А если хочешь зарубиться с братюнями, есть также кооперативный режим. Короче, игра клевая, веселая и с множеством возможностей. Удачи! Ну и продолжим о квадратных штуках. Swap the Box USA. Это игра про коробки и ящики, которые надо передвигать. В общем-то, стандартная хрень, где надо собрать одноцветные элементы в ряд, чтобы они исчезли. Правда, вместо надоевших уже камней, тут почему-то чей-то багаж. Кроме того, в отличие от прочих игр, где элементы сыплятся сверху, когда освобождается место, здесь сделан упор на логический элемент. Количество коробок ограничено, количество ходов на уровень тоже. Так что будь любезен укладываться в график. Игра хоть и не шибко оригинальная, зато красочная и приятная. А иногда даже заставляет подумать, что делает ее довольно хорошим таймкилером для тех, кому приходится где-то что-то ждать. Третья игра на сегодня называется Galaxy Dash, Race to Outer Run. Это, в общем-то, раннер, только про космос. Есть некая трасса, по которой летит наш корабль. Из действий мы можем перемещаться из стороны в сторону, чтобы собирать монетки и не врезаться. А можем стрелять. А ведь какая же хорошая игра без убийств. Главный плюс игры — это ее оформление. Оно, мать его, просто шикарное. Космос здесь нарисован по-мультяшному схематично. Но все такое плавное и цветное, что не может не доставлять радость глазам и тем штукам, которые отвечают за восприятие красоты. Игра прекрасно подойдет, когда надо просто расслабиться и нахрен взорвать десятки врагов. Ну и куда же сейчас без цветастых фэнтезийных сражений? Heroes Charge — отличный способ утолить свою жажду навалять люлей всяким скелетом и прочей нечисти. Собрав отряд героев, ты идешь драться. Каждый уровень разделен на несколько боевых локаций, чтобы пройти каждую из которых, надо отмудохать находящуюся там пачку врагов. Сражение происходит автоматически. Все, что требуется от игрока, это в нужный момент применять особые способности героев, чтобы нанести побольше урона. Ну и еще в промежутках между боями нам надо вербовать новых участников, экипировать и прокачивать старых, ну и так далее. Помимо кампании есть еще ПВП-арены, а также регулярные квесты-события с сильными монстрами и большими призами. Герои игры слизаны с Варкрафта, ну или, если кому понятней, с доты, но слизаны хорошо и качественно, и получать удовольствие от процесса вполне можно. Далее игра Temple Fight 2014, и это слэшер. Как видишь, графика тут хоть и приятная, но не особо выдающаяся. И поначалу я даже не понял, в чем, в общем-то, прикол. А прикол вот в этом. Да, вся веселуха начинается тогда, когда против тебя вылазит толпа побольше. И тогда комбо, суперудары и, главное, кровища. Собственно, на этом игра и построена. Запрыгиваешь в толпу с двумя мечами и устраиваешь трэш и кровавый угар. Также довольно эффектно смотрятся всякие скиллы, взрывы на полэкрана и прочее. Ну и идешь так вперед, рубишь мобов, а время от времени и боссов. Мобов становится все больше, да и сами они все жирнее. И звуки ударов смачно мясные. Так что, в принципе, можно весело провести время. Наслаждаемся мясом. Ну и под конец свежие новости о свежем эпизоде игры сериала The Walking Dead. Недавно вышел третий эпизод второго сезона. Называется он In Harm's Way, и на этот раз имеет несколько другую тематику. Дело в том, что в предыдущих сериях рассказывалось о скитаниях выживших и их попытках не быть сожранными зомби. Сейчас же они, наконец, остановились. Вернее, их тупо взяли в плен, но давай-ка без спойлеров. Если ты не следил за этой игрой до этого момента, то пару пояснений. The Walking Dead – интерактивное кинцо от студии Telltale Games, которые показывают нам мир после зомби-апокалипсиса. От игрока требуется вступать в наиболее опасных моментах, а также делать выбор, чаще всего сложный. Игра хорошая, так что если кто еще не играл, надо бы это исправить. А на сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся и ставь лайки. С тобой были Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова